Сотрудники музея подсчитали, за 120 лет существования его посетили более 19 миллионов человек. Олег Саранский приехал из Челябинска к друзьям в Пермь. Коллекция музея просто потрясает, говорит гость нашего города. Нас привезли друзья, и это, пожалуй, первое место, куда они нас сразу же повели после нашего приезда. И мы, я думаю, не разочарованы оказались. Просто потрясающее впечатление производит музей. И ничего подобного мы пока еще не видели. Сегодня музей и его филиалы – это 600 тысяч единиц хранения и около 50 коллекций регионального, российского и мирового значения. За 120 лет основное здание музея несколько раз менялось. Последний переезд в дом Мешкова три года назад. Уже даже как-то не сразу верится, что было это. Дом Мешкова настолько нас органично принял, и настолько он для нас естественен, что даже, вот я говорю, не очень не хочется даже вспоминать прежнее время. Но я думаю, что посетители за все голосуют ногами. Да, вот сейчас у нас посещаемость абсолютно рекордная. Главным подарком к юбилею и для музея, и для всех его посетителей станет выставка Строганова «Собиратель древностей» и собрание государственного эрмитажа. Все вещи специально отреставрированы для выставки. Сейчас на первом этаже Краевого музея идет монтаж экспозиции. Всего экспонатов 70, если считать. Вот здесь есть сагдейский сосуд, один из самых ценных экспонатов здесь. У него отдельная крышка, она считается как отдельный предмет. В одном зале можно увидеть произведения разных эпох и культур. Это единственная в России коллекция произведений искусства до Колумбовой Мексики. Рядом 32 предмета из античной коллекции Строгановых. Это предметы искусства они покупали на аукционах по всему миру. А это главная ценность экспозиции. Серебро эпохи Сассанидов, правивших в Иране до 651 года нашей эры. Как говорят специалисты, это, возможно, единственные подлинные произведения древней культуры. Собственно, из Ирана таких памятников почти не дошло. Они были, по-видимому, разграблены, когда-то переплавлены. А самая большая, самая значительная коллекция в мире именно находится в Эрмитаже и во многом сформировалась благодаря Строгановым. До середины 18 века искусство Сассанидов считалось утраченным. Клад, найденный в Пермской губернии, положил начало коллекции Строгановых. А ведь нередко клады искатели отправляли ценности на переплавку. У них был такой вот образец, на который можно брать. И вот за этот клад Строганов заплатил 600 рублей серебром. То есть это еще стимулировало на поиск. Именно потому, что это серебро было найдено в Пермской земле, бережно собрано и описано под правительством Строгановых, Эрмитаж и пошел на такой серьезный тестевой проект. Для посетителей он откроется 17 ноября.